Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня я пеку торт Наполеон из трех ингредиентов. Нереально вкусный и очень легок в приготовлении. Вы будете приятно удивлены, насколько просто его готовить. С этим тортом справится даже тот, кто не умеет печь. Так что смело беритесь за работу, если вы начинающая хозяюшка. И я вам обещаю, фурор от ваших близких или гостей обеспечен. Давайте посмотрим, какие ингредиенты нам сегодня понадобятся. Мне понадобится слоеное бездрожжевое тесто 900 граммов. У меня уже 4 раскатанных листа. Если у вас тесто не раскатано, его, естественно, нужно раскатать. Также для крема мне понадобятся жирные сливки 35% жирности 500 мл. И сгущенка 300 мл. И это все. Я обещала 3 ингредиента и их всего 3. Приступаем. Слоеное бездрожжевое тесто я предварительно разморозила. Пока работаю с одним листом, другие в холодильнике. Использую дно от разъемной формы, диаметр 23 см. Если у вас такой формы нет, берите обычную круглую тарелку. Прикладываю к тесту. И сейчас мне понадобится острый нож. Острым ножом обвожу. И это будет у меня первый корж. Такую же процедуру проделываю с другими листами теста. Кстати, духовка у меня уже нагрелась до температуры 190 градусов Цельсия. Если вы хотите сделать очень ленивый вариант, вы можете сделать торт квадратным. И выпекать уже готовые листы теста. Остатки снимаю. И на одном противне я буду выпекать как сам корж, так и остатки. Остатки я буду использовать для посыпки торта. Вы можете сразу выпекать по два коржа, если противень у вас большой. А остатки напоследок. Но я делаю вот так. Выпекаю один корж и рядом кладу остатки. Все зависит от вашей духовки. В моей духовке такой корж выпекается примерно 18-19 минут при температуре 190 градусов Цельсия. Отправляю в духовку, а пока займусь другими коржами. Прошло 19 минут. Корж готов. Теперь перекладываю его на решетку и дам полностью остыть. Когда коржи остыли, можно заниматься кремом. Взбиваю сливки до кремообразного состояния. Сливки у меня 35% и взбиваются буквально за 2 минуты. Закрепитель для сливок я не использую. Не советую брать для этого крема сливки жирностью меньше 33%. Вот посмотрите, ребята. Такая примерно консистенция крема у вас должна получиться. И теперь осталось совсем малость добавить сгущенку и взбить в течение примерно 30-40 секунд. Вот такая вот консистенция крема у вас должна получиться. Главное, чтобы крем не был жидким. Теперь собираю торт. Беру первый корж и надавливаю руками. Для чего я это делаю? Для того, чтобы торт впоследствии получился ровным и красивым и аккуратным. Та крошка, которая образовалась на поверхности, я ее аккуратно снимаю и перекладываю в миску. Эту крошку я буду использовать для посыпки торта. Для того, чтобы торт не ерзал на тарелке, дно тарелки смазываю кремом. Кладу на тарелку первый корж. И крем условно разделяю на 4 части, чтобы хватило для всех коржей. Все коржи по очередности смазываю кремом. Но впрочем, как всегда, мы делаем это для торта. И вот мой последний слой. Стараюсь аккуратно его смазать кремом. Смазываю как верх торта, так и бока. Конечно, это не классический вариант торта Наполеон. Но по вкусу моей семьи этот торт гораздо превосходит классический вариант. Он не такой тяжелый. Здесь нет заварного крема. Получается нереально вкусным. В миске у меня осталась крошка от коржей. Также в эту крошку я буду измельчать остатки теста. И буду посыпать торт. Сколько использовать крошки для посыпки, решать вам. Лично я люблю, чтобы ее было очень много. Но вы уже смотрите по вашему вкусу. Посыпаю как верх торта, так и бока. Готовый торт поместите в пакет и отправьте в холодильник на ночь. Примерно на 12-14 часов. Торт должен пропитаться, чтобы его было потом легко нарезать. Прошло 14 часов и пора его разрезать. Использую вот такой вот нож-пилочка. Это слоеное тесто. И гораздо легче разрезать торт именно таким ножом. Мне уже не терпится показать вам, какой торт внутри. Пекла по этому рецепту уже сотню раз. И каждый раз этот торт идет на ура. Этот торт настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки. И если вы никогда в жизни не готовили никакой выпечки и не пекли тортов, начинайте с этого торта. Уверяю вас, он получится у вас на все 100%. Посмотрите, ребята, на эту красоту. Нежнейший крем, слоеные коржи, посыпка из слоеного теста. Это так вкусно, что в прямом смысле слова можно проглотить язык от удовольствия. Обязательно готовьте и даже не раздумывайте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока-пока.